В четверг 22 февраля в рамках подготовки Кубка Украины по тяжелой атлетике в Белгородском ФОКе «Богатырь» прошли соревнования на Кубок Славутича среди 40 воспитанников нашего тренера Юрия Петровича Каленского. И хотя соревнования фактически внутреннего характера, все как на настоящем турнире. В каждом потоке представления участников, зрители аплодируют, решение о взятии веса принимает четверо судей. А за Юрием Петровичем, главным тренером, приятно наблюдать. Он и помогает участникам соревнований, настраивает их и подбадривает, и ведет награждения, и подписывает протоколы. И все делает с удовольствием, легко, но, правда, практически нет свободного времени. Мы успели с ним пообщаться в коротком перерыве между двумя потоками. Это Кубок Украины по тяжелой атлетике, он всегда проводится в феврале. Как правило, всеукраинские рамки соревнований всегда проводятся городский масштаб, потом областной, потом общий украинский масштаб соревнований. Да, как отбор. У нас 17 марта будет чемпионат области, и мы здесь формировать команду будем. Конечно, учитывая то, что у нас чемпионат области будет в Славутище, мы здесь выставим большее количество команд. Но в сборной области они будут отбираться по итогам этих соревнований. А на вопрос, кто же заслуживает отдельной похвалы за взятый вес, за упорство и стремление к победе, Юрий Петрович ответил. Я бы хотел сказать спасибо большое всем ребятам. Они, каждый из них победил. Каждый, абсолютно. Все практически, это даже без привлечения, все выполнили свои лучшие результаты. Все выполнили следующий разряд. Просто некоторые занимаются больше, некоторые меньше. Поэтому победа здесь в килограммах отметил бы, если касательно спортивного чисто результата, отметил бы ребят, которые заняли первые места в своих весовых категориях. Это Содаль Миша, это Горобовский Богдан, это Корпец Илья, это Поплыгин Кирилл. Вот растет у нас девочка способная. Это Корпец Виктория, Сибирская Настя. Но они еще немножко занимаются, поэтому у них все впереди. Вот этих ребят по итогам первого потока я хотел бы отметить. Но они будут претендовать, я так понимаю, на других соревнованиях, областных, уже на более высоких. Я на это надеюсь. Проделана очень большая работа. И ни в правилах, ни в спортивных загадывать результат. Вы сами понимаете, работа большая проделана. И если мы выйдем на помост и сделаем то, на что готовы, на что планируем, то обязательно будет высокий результат. И надеемся на успешное выступление на чемпионате Украины, который будет у нас 14-18 апреля. И хотел бы, пользуясь случаем, сказать, что в Олимпийце, как в прошлом году, будет организовано чемпионат Украины до 13 лет. И 27-й турнир памяти Героев Чернобыля до 17. Будет большое количество участников. Приходите поддерживать наших ребят. Как раз эти ребята у нас есть. И они ждут и будут рады поддержке. А 17 марта у нас чемпионат области. Приходите тоже поболеть за наших ребят. Впечатления от турнира яркие. Вроде и соревнования, но атмосфера дружеская и доброжелательная. Никто ни на кого не кричит. Все проходит легко и с улыбкой. А если вдруг кто-то не взял вес, ничего успокоят, подскажут. И это во многом зависит от главного тренера по тяжелой атлетике Юрия Петровича. И глядя на него, понимаешь, у него все получится. А если его воспитанники и не будут спортсменами, то надежными, уверенными, смелыми, сильными людьми будут точно. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова